23 года назад Ирина Минстер переехала из Кыргызстана в Германию. Сейчас она со своей семьей проживает в Гамбурге, но всегда с теплотой вспоминает о родине. Ирина рассказывает, что с собой из Кыргызстана она увезла частицу национального колорита. Например, часто готовит блюда в кыргызской кухне, а по возможности приезжает сюда в гости в Гамбурге. «Мне не хватает теплоты отношений, которые есть в Кыргызстане», — говорит Ирина. «Германия такая законопослушная страна, все правильно, но вот нет того, что есть здесь. Вот это вот братство наше, с которым мы родились, наши родители, мы выросли, вот вы растете, наверное. Вот это дружба, вот это даже то, что ЭДЖЕ, садитесь, хотя полный транспорт, все уступают. Мы готовим манты и обязательно с Джусайом. Джусай у нас там есть, мы его садили сначала на подоконнике, а потом в китайском магазине есть Джусай, есть чесночные дудки, и мы готовим ашлямфу с удовольствием с мужем. Это вот наша любимая манты готовим, плов готовим. Самцы я делаю в духовке, не такие, но тоже вкусные». По официальным данным, в Германии проживают, работают и учатся около 10 тысяч кыргызстанцев, а немцев. В Кыргызстане проживает больше 7,5 тысяч человек. Взаимный товарооборот между странами составляет порядка 180 миллионов долларов. В прошлом году наша страна экспортировала в Германию продукцию на 20 миллионов долларов. «Если мы имеем в виду прямые иностранные инвестиции, поступление прямых инвестиций, то по итогам 2022 года она составляет более 50 миллионов долларов. Экспорт продукции таких, как сушеные продукты, чернослив, яблоко, а также сухофруктов. И в то же время, на сегодняшний день, наши экспортеры поставляют мед высокого качества. И в основном это горнодобавшие отрусели». На протяжении многих лет в Кыргызстане работу ведет фонд Ханса Зайделя, который помогает развивать сферу образования. Сейчас фонд на бесплатной основе обучает 180 государственных и муниципальных служащих в двух филиалах в Ашеев-Бишкеке. Его руководитель живет здесь больше 20 лет, изучил местную культуру и в совершенстве владеет кыргызским языком. «Фонд ведет свою работу в Кыргызстане с 2002 года. 80% работ направлены для жителей Германии, а 20% для иностранцев. У фонда есть обучающие программы для государственных и муниципальных служащих, а также есть 72-часовые мастер-программы. Наряду с этим есть годичные дневные мастер-программы, а также вечерние на два года. На сегодня есть 3200 выпускников Академии, прошедшие обучение по линии фонда». Флаги Кыргызстана и Германии развешаны на центральных улицах Бишкека не попросту, так как в Кыргызстан с официальным визитом прибывает президент Германии. На протяжении двух дней президент Кыргызстана Садыр Джапаров и президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер обсудят перспективы двустороннего сотрудничества. В связи с официальным визитом с 21 по 23 июня бишкеки будут перекрываться отдельные участки дорог, сообщили ГОБДД. Кроме того, сотрудники милиции уже перешли на повышенный режим службы. К обеспечению безопасности, в том числе дорожного движения, привлечены 2000 сотрудников правоохранительных органов.